девочки привет сегодня пятница погода непонятная чувствую себя как-то не особо манты наделала сидела целый день дома что-то магнитная буря наверное вообще как он панчуха выехали в магазин на был продукт купить по бишь часу не буду ехать это не стала показывать потому что вот это вот все одно и то же жрать срать спать работать для того чтобы опять жрать срать спать работать простите меня за выражение но факт есть факт я смотрю все люди так живут работают чтобы жрать спать и туалет ходить все так живут не мы одни целый день как это колбаса блин даже на работу сегодня не ходила наверно завтра утром скажу схожу завтра утром не встала в четыре часа сережа встала я встала чувствовала блин вот встала вообще мало сплю аж бесит и днем не ложусь короче не да не досып что ли у меня организм честно как раз досыпь раньше ничего не было что-то вон какие березы стоят ее карны бабай вот цветочек купили зачем купили можно было на поле нарвать по моему и не могу сама себя в шоке тихонько сережа на бархатюре но не найдете и все машины здорово накупили до поля с цветочками они второй раз гладиолусы посадили вишни гладиолусы свести начали второй раз гладиолусы посадили георгины есть подсолнухи машины продавают вольво бутылки дребезжат центр твой магазинчики хочу девочкам за волков говорила это не волки это увечки в соседнем городе у нас тут городочек застрелили волка на этой неделе вот так то мамуля за грибами ездит я горчат и ездишь там волки на горит нету уже там волков видать распугала из-за гриба ты за грибами опенков набрала я говорю нам не брать не хочу учета возиться с ними кушать особо тоже не хочу это вот у меня грибы как рыба раз в год да серёжа да серёжа были грузди другой раз гладиолусы ну да а то уже эти у меня он купленный стоит уже сколько лет кладовки такие вот дела елюшки манды сегодня делал на обед как попал она лепила чу не гостям же себе есть а там в роте все равно никто не видя да серёжа дали ну поэтому ничего к поели улице-то так пасмурно но не холодно что характерно сегодня вчера прям такой дубах был что в зимние куртки мерзло а сегодня не холодно вчера эту корточку свою рабочую постирала рабочее выходное пока в зимние ходила если вот так вот еще вот будет месяца 4 то нормально то можем сэкономить на отопление а если в дар и мороз то хрен мы сэкономим строительство видать какой-то многоэтажка будет в смысле этажей 4 3 3 батюшки роют постоянно роют роют очень много фирм строительных на голову камень выкопали очень много фильм тут кладбище одно из по этой улице расторгли контракты с людьми потому что заключали были одни цены на строй материалы а теперь другие и много расторгли тихие ничко он люди окна открыли нихрена не экономит вот так и живем все одно и то же вон уже на эллоуин нарядили соседка у меня напротив тоже уже балкон нарядила на хэллоуин я таки не признаю это самое вообще такой не понимаю это это не наше это американские американские мы не это не признаем праздники поэтому оно все оттуда пришло не было здесь не было этого оно оттуда все пришло нет чтоб шусь доброе пришло херня одна тут уходят по хатах это самое покою не дают на ночь глядя а сейчас под шумок на этот хэллоуин кто хочешь будет по дворам ходить не только детки за конфетками а кто хочешь может лазить ну их срать и так бабы пропадают еще стырят меня да Сережа да а ты как раз то в ночь то за ночь придешь домой нету украли твою конфетку что будешь делать потом ой беда беда угорченицы такие вот трясешь ты Сережа девочек ёк макарек надо же как-то поаккуратнее ехать ну это шо таки тут-то развертается все осень осень листвы полно все едем дудом ой блин доброе утро иду на работку и такие косяки летят гусей на юга город просыпается смотрите какие хризантемы красивые церковушка стоит хоть часы починили там а то стояли видать батарейку поменяли пришла с работы сходила в душ чтобы у вас сохнет и зашла на свою прачечную комнату надо белье складывать гладить и все тому подобное сейчас шла с работы смотрю уже опять знак сбили видать ночью была авария уже опять лупанули у нас вообще этот перекресток ненормальный постоянно что-то случается постоянно вообще какой-то неконтролируемый вроде все светофоры стоят все но постоянно систематически авария раз в месяц стабильно тоже иду дяденька дяденька попрошайка опять девочки он так быстро бегает он разговаривает по-немецки лучше чем я но он не немец потому что он уже как-то раз мне подходил по-русски разговаривал но каждый раз после этого он забывает кому подходил опять просит мелкие деньги я говорю товарищ я иду с работы с работы я бля так не бегаю как он бегает попрошайничать думаю ни херасеньки ты упал не я понимаю там кто-то вот надо давать надо давать тем кто нуждается кто вот работает ему не хватает старикам вот этим больным но не этому не 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 я не настолько сердобольная как хотите так и называйте хер ты у меня я должна работать я вчера не пошла потому что я себя плохо чувствовала я пошла сегодня я отработала чтоб тубиху Лира дать чтоб ты чтоб ты нажрался и опять забыл кому подходил зараст дам дам обязательно кулысь не будь потом после меня он к немцу подошел как тот на него не гаркнет все больше его и не было я так поняла что немец ему тоже не дал ничего не знаю почему но не дал мой батюшки не разогнуться не согнуться люди добрые еще дай дома дай тут дай всем дай нашли давалку ага сейчас тапки переобую и дам ой что по мне там видно что я даю сама скоро пойду уже просить ой нет ой девки наверное лучше в проститутки пойду чем просить чем так унижаться в проститутки то не возьмут там уже все занято главное что характерно у нас не хватает рабочих не хватает простых рабочих везде везде вот кого не послушаешь да звонят туда чтобы там приехали какую-то фирму там что-то поделали там что-то поделали ну простую работу нет людей людей нет я не знаю куда они делись во время этого коронавируса рабочих нет я просто в шоке ну иди ты работай ну иди господи возьму если бухать не будешь а нет а нахерище так же вот побегать на свежем воздухе проще попросить тоже кто-то мне там написал вот типа в соседнем государстве такое происходит люди гибнут ты пляшешь шо-шо шо таки ну ладно думаю зайду я посмотрю специально к блогерам соседнего государства тем кто там живет и гибнет театры рестораны дни рождения в ресторанах отмечают гогочут рыгочут блин думаю нихерасеньки себе я значит тут должна слезы лить заткнуть свой рот и сидеть не плясать не петь не танцевать а они развлекаются там вы что там что-то попутали что ли или что я что ли это все там начинала по-моему люди что-то начали путать вообще уже пипец я в шоке просто кто-то мне будет сейчас указывать чего мне делать вы представляете у себя дома на своем канале кто-то мне будет говорить что мне делать приедьте ко мне домой в лицо это скажите так отвечу мало не покажется специально зашла прям прям набрала короче и вот один один другой третий пятый думаю ни хера все нормальная жизнь все в порядке вроде как радоваются бегают какими-то делами занимаются все у них работает рестораны театры все работает все работает давайте может я сама определю что мне делать и как мне это делать в припрыжку или в присядку вообще ну господи ну помогайте туда езжайте помогите я и так делаю много таких дел которых вам знать не надо которых не афиширую что я делаю и что то что я тут вылезла покривлялась я не знаю что всю жизнь бегаю и кривляюсь только тяжелый случай случай очень тяжелый пипец мать родная мне не говорит что делать какая-то тетка впишется туда и она мне говорит значит что мне делать может я вам буду говорить что делать я охерее с этих училок уже и сколько вот говорю нет ну все равно надо своих пять умных копеек зараз поду в калина и буду плакать интересно так а никто никто не сказал что в Армении 250 человек сразу погибло когда обстреляли никто не сказал мне жалко мне жалко они тоже крестьяне мне их жалко ну и что теперь каждый год у нас на планете дебильная земля происходят какие-то конфликты а давайте не будем теперь рожать давайте зачем давайте не будем плодиться ничего не будем делать мы сядем и будем огорчаться планету всю засрали океаны засрали воздух засрали никто об этом не задумывается все как жили дальше так и живут потому что человек такое существо пока его ничего не касается вот так и а вот это вот знаете вещать хрен знает откуда ой да я соболезную да я то сё а ты сделай что-нибудь ты лучше что-нибудь сделай помоги как-нибудь я вот помогаю просто не надо вам знать об этом и вообще о помощи не упоминают помог и забыл я всегда так делаю а кому чего и сколько это уже как-то моё дело хочу говорю хочу не говорю вот эти вот сидят вот на диванах и рассуждают то я пришу то я песни пою не а сейчас пойду блин застрелюсь от горя ой господи говорю из уже это смех свой слезы честное слово деградирует человечество деградирует деградирует я говорю где-то что-то случилось а это ж далеко это ж не возле нас нахера оно нам оно нам не надо а если поближе чуть случилось все пипец так давайте если мы уже сочувствуем давайте всем сочувствуем всем а не выборочно я говорю одна пишет учит меня историю другая география я недавно узнала как у нас местные знают географию что им в школе тут преподают у меня шарики на лоб вылезли ну да о чем ты тогда можешь судить если ты элементарных вещей не знаешь думаю нет с такими людьми о чем-то спорить чего-то доказывать бесполезно бесполезно легче промолчать все молчу оно же вот это вот не заканчивается оно же не заканчивается они постоянно переодеваются я постоянно стираю вон дядька бегает попрошай ходит блин год в одном и ничего не заостряет свое внимание на том что он уже воняет а тут прямо куда деваться так что опять обращаюсь к своим училкам школу я уже закончила учить меня не надо люди вот пишут некоторые нормальные советы нормальным человеческим языком я прислушиваюсь иногда а че нет некоторые врубят профессора в себе и давай вещать не ну блин чтоб мне еще говорили как мне себя дома вести дома когда я одна как мне надо себя вести да столько было вот таких умных где они все когда ты сидела рассуждала что вот так будет вот так будет что ты дура что ли что ты там вещаешь а теперь оно сделалось сделалось и где эти все умные а нет то так что прислушивайтесь пока обещаю слава богу вот да у меня вот есть моя камера отключилась у меня вот есть мои подписчики которые адекватно на меня реагируют они понимают юмор они в душе не вот эти вот старые пердухи а в душе молодые могут и посмеяться и поюморить я говорю пусть у меня их мало но зато они отборные породистые жемчужины я рада что вот есть такие люди которые вот со мной в ногу идут с некоторыми общаюсь так вне ютуба нахожу новых знакомых общие темы мне это нравится надеюсь что и дальше так будет такие у нас знаете чего нашествие клопов пошло вот у меня сетка на окошке москитная она вся с улицы в клопах вся клопы сейчас и божьи коровки пошли ходуном прям идут табунами в дом ищут местечко теплое видать какое не у меня дома ищите другую хату алена в этом году экономит сама мерзну поэтому ищите другой домик не ко мне не знаю что сегодня делать буду еще так прибираюсь положу наверно так у пацана еще постель поменять вчера Артем пошел к Николь в гости звонить мама пришел не успел прийти уже в холодильник лезет я говорю Артема ну ведь дома есть что кушать нет он пошел к сестре я говорю господи да накорми ты его и уже и все сидел не знаю вчера уснула поскольку пришел не знаю вот так вот жили когда вместе постоянно ругались то это не то мама он это он мама она то а теперь видишь она съехала и все он не бегает вместе не могут и врусь не могут называется так вот дети надейте на перлете трабы собой глядите так вот и все ничего носки сортировала девочки прям что-то делается прям не люблю я эту процедуру Сережа придется работать заставлю его пускай сортирует а чем еще делать пускай разрабатывает мелкую моторику телевизор включит и а они же в стирку закидывают эти мужики они в паре никогда не китают раздельно а потом ищи его носочек как все обыденно одно и то же одно и то же ночью кто что-то еще будет делать короче вот так девочки и живем фу живем хлеб жуем ничего ну вот всегда все одно и то же без изменений слава богу глоб глобальных таких перемен пока нет но я так чувствует моя жопа что предвидится так что надо держать ухо востоку девочки смотрите Продолжение следует...